Огромный протуберанец отделился от Солнца и направился прямо к Земле. Ломаются все энергосистемы, планета накрывает тьма и хаос. Именно такой сценарий апокалипсиса человечеству предрекали осенью этого года. 21 сентября и 21 марта – это особые дни календаря. Это дни, когда Солнце и Земля находятся по-особому. В это время действительно наблюдаются наилучшие условия для производства магнитных бурь. Сразу говорю, день был еще спокойнее, чем сейчас у нас. То есть вообще гладь. По сути, наша Земля расположена рядом с огромным ядерным реактором. Каждую секунду Солнце извергает 4 миллиона тонн заряженного вещества. Солнце дает нашей планете жизнь, но и неприятные сюрпризы звезда может тоже преподнести. Мощные вспышки способны вывести из строя спутники, нарушить связь. Но не более того. Из больших событий на нашем веку, это 2003 год, была тоже большая, вспышки были большие и так далее. Но в это время даже запускали спутники. Между двумя вспышками Роскосмос запускал спутник военный, я помню. И нормально ничего, все сработало. По календарю мая, 21 декабря завершается одна эпоха и начинается другая. Но человечество не погибнет от Солнца, уверяют специалисты. Хотя сейчас звезда и переживает активный период, она спокойна. У нас есть возможность заглянуть и в будущее. И в частности, если посмотреть, то где-то в районе обсуждаемого конца света Солнце будет вот таким. Это очень спокойная погода. Более правдоподобен сценарий глобальной катастрофы с участием астероида или кометы. В 1994 году весь мир наблюдал за падением на Юпитер кометы шумейкеров Леви. После такой мощной бомбардировки гигантскому Юпитеру понадобилось две недели на восстановление сил. Упади такая комета на Землю, трагедии не миновать. Образовался бы кратер огромного размера, кратер порядка 100 километров, если бы упала целая комета. Если бы вот такие, ну если бы видели фантастические фильмы, нет астероид, что происходило, когда пытались остановить комету. Комета летит на Землю, ее пытаются как-то предотвратить, это столкновение, и посылают, например, какой-то аппарат, который разбивает этот астероид. Ну и что? Вместо одной кометы вы получаете вот такое. Это значит, по огромной поверхности идет бомбардировка, еще хуже, чем одна комета. Ученые подсчитали, чтобы стереть с лица Земли все живое, достаточно космического тела размером с километр. Такое количество пыли выбрасывается в атмосферу, что наступает ядерная зима. Подобные события в истории нашей планеты уже были. Они так и называются «великие вымирания». Последнее случилось 65 миллионов лет назад. Астрофизики заверяют, современному миру не стоит опасаться астероидов-убийц. По крайней мере, в декабре этого года. Сейчас мы знаем почти обо всех астероидах околоземных крупнее, чем один километр. Таких тел уже, в принципе, не стоит опасаться. Они, большинство тел, почти 95% тел уже известно. Для них посчитаны определены хорошо орбиты, и они с Землей не столкнутся. Вот и получается, что гибель от смертоносного астероида тоже отменяется. И судьба динозавров нам не грозит. Хотя ряд ученых полагает, что этих царей природы погубило вовсе не космическое тело, а обычные законы мироздания. К тому моменту, когда вот этот крупный астероид действительно имел место быть, упал к этому моменту, почти все динозавры уже вымерли. И они начали вымирать, по крайней мере, ну так довольно интенсивно, по крайней мере миллионов за 10 до того, как случилось это событие. Угроза из космоса пока гипотетическая. Скорее всего, опасность для всего живущего представляет сам человек. Его эгоизм и по отношению к другим, и по отношению к природе. Но это вопрос уже не к науке и не к календарю майя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok